Добрый день! Сегодня у нас в гостях участница национального отбора на Евровидении от Украины Джули Ноза. Почему вы решили участвовать в Евровидении? Мне кажется, такой масштабный конкурс планетарного масштаба, если можно так сказать, очень подходит для людей, композиторов особенно, которые пишут сами музыку. И вот я как представитель композиторов, которые сами исполняют и пишут, нам вот очень хотелось бы как-то, чтобы музыка была более услышана на какую-то масштабную аудиторию. Поэтому Евровидение, мне кажется, для авторской музыки очень подходящая платформа. В отличие от каких-то проектов, талант, шоу типа «Голос Украины», «Х-фактор», там где в основном все-таки кавер-версии, и там не всегда есть возможность самому писать треки, а здесь можно исполнять свое авторское, поэтому мне кажется, что это очень классно, что можно на Евровидении такое творчество свое именно показывать людям. Вы сами пишете и музыку, и слова песни, я поняла. А чем вы вообще планируете покорять украинского зрителя и, возможно, европейского? На самом деле, вот как-то музыка группы Джулиноза больше воспринимается в Европе почему-то. Вот так-то сложилось таким образом, что даже радиостанции в Украине не очень активно берут нашу музыку. У нас уже более трех альбомов на самом деле, но в основном мы слышим, что это какой-то не формат, это слишком эксцентрично для наших людей украинских, это слишком оригинальная, неожиданная музыка. То есть в основном такие какие-то комментарии от музыкальных продюсеров слышим. А вот европейские радиостанции, они как-то более открыты к творчеству, вот именно авторскому какому-то авангардному, что ли, как-то так. И вот чаще можно там услышать наши треки, и хочется наконец-то наших украинских слушателей как-то настроить их уши на новую музыку, которая все-таки существует в Украине. Вообще сейчас такая эпоха, что Украина это нечто, как Калифорния раньше, то есть здесь рождаются новые стили музыки сейчас, особенно на начальном этапе вот этого тысячелетия, этого столетия, новой вот такой эпохальной ситуации. Поэтому на самом деле у нас очень много интересного нового, и хочется, чтобы слушатели, которые привыкли к какому-то попсовому варианту, к попсовому формату, к дэнсовой культуре, возможно, больше, чтобы они еще и начинали слушать какую-то музыку, которая носит в себе не только развлекательные какие-то энергии, а вот какую-то такую музыку, после которой бы они задавали себе вопросы о том, например, кто они есть. Вот так наша песня как раз и называется, песня «Хто я?». Хочется вот после прослушания, чтобы каждый слушатель как-то задумался все-таки, кто он и зачем мы все здесь собрались на этой планете. То есть вы можете продолжить эту тему касательно песни, которую вы выбрали для Евровидения, вот о чем она в таком смысле? Песня «Вопрос» называется «Хто я?», песня о поиске пути каждого жителя планеты. Поэтому, мне кажется, это очень такой космополитический вопрос для любого жителя с любой страны, любых возрастов и так далее. И хочется сделать какую-то такую магическую волшебную атмосферу в номере, но при этом, чтобы это была не просто какая-то вот сказка, а действительно такая атмосфера, в которую слушатель просто запрыгнул вместе с музыкой. И вот эти три минуты для него были каким-то другим миром, и чтобы он действительно подумал, вот как бы этот мир можно было приукрасить своим существованием, и вообще вот об этом песне. Вы уже думали над постановкой номера? Я не буду раскрывать всех секретов, но будет волшебная такая вот атмосфера, как я уже говорила. Хочется действительно погрузить слушателя в музыку, чтобы визуализация помогала воспринимать смысл того, что мы будем играть и петь. А что вы думаете о судьях национального отбора? То есть, может, кого-то опасаетесь? Ну, мне кажется, что они все профессионалы своего дела, и уже не первый год сидят в своих судейских креслах, и думаю, что они очень разного формата, каждый из них. То есть, их мнение, наверное, будет очень интересным для каждого из участников, потому что каждый из судей несет какой-то определенный за собой стиль музыкальный, и, возможно, общее их мнение будет более таким несубъективным. Не знаю, посмотрим. В прошлом году судьи национального отбора довольно жестко критиковали участников. Вы вообще как относитесь к критике? Очень ранимо отношусь к критике всегда, но поскольку очень много лет занимаюсь музыкой и очень много лет участвую в разных конкурсах и по композиции, и по фортепиано, и по вокалу, и прошла школу Столярского и музыкальную академию, сейчас работаю в консерватории в этой музыкальной академии, там постоянно есть какая-то критика, и, как я уже говорила, в принципе, музыку группы Джулиноза воспринимают как неформат в Украине, поэтому с критикой я уже смирилась, я очень часто слышу, что группа Джулиноза — это какие-то там бандианские песни, типа что одна песня в моем исполнении — это как 10 треков, что такие сложные композиции, и что как-то неясно очень много нот, вот тоже такие есть какие-то мнения от именно музыкальных критиков и продюсеров, но очередной такой момент, что вот сейчас мы наконец-то на Евровидении, на большой сцене, на больших экранах, и все-таки, значит, это не совсем не формат для Украины, раз мы все-таки попали в отбор, так что будем нести свою идею до конца. А перед своими выступлениями, перед тем, как вы выходите на сцену, у вас есть какие-то традиции, ритуалы, которые вы сделаете каждый раз? Ну, это, наверное, больше внутреннее такое состояние, все-таки каждый, мне кажется, из участников будет себя как-то перед выступлением приводить в какую-то душевную гармонию с самим собой, настраиваться на номера. Главное думать о том, чтобы смысл композиции, которую мы будем исполнять, чтобы он долетел все-таки до каждого, не только телезрителя, но и людей, которые будут сидеть в зале. Поэтому таких прям традиций, обрядов нет, но они все внутри происходят. Это такие секреты, которые на словах невозможно как-то передать. Что для вас означает Евровидение? Не можете даже продолжить фразу. Евровидение для меня это... Это начало новой музыки, мне кажется. Хочется как-то вот такое вот, чтобы тезис был. Хорошо, за кого вы отдали бы свой голос среди участников национального отбора? Кроме нашей группы? Да, да, конечно. К сожалению, не все песни еще презентованы. Хотелось бы послушать песни всех участников, на самом деле, но пока что, по-моему, и у половины еще как-то официально нет релизов треков, поэтому так сложно сказать, потому что все-таки Евровидение — это конкурс песни, прежде всего, а не певца отдельно для каких-то моментов. Поэтому из того, что я слышала, мне нравится песня группы «Каска», «Дева», кажется, так она называется. Сейчас вспоминаю именно «Евровиденские песни». Ну, пожалуй, вот, наверное, «Дева» из того, что я слышала. Мне понравилось больше всего, но пока что, конечно, хочется всех послушать, чтобы какие-то выводы делать. А кого вы считаете своим конкурентом на этом национальном отборе? Ну, мы все такие очень разные конкурсанты, и все, конечно, конкуренты, но хочется как-то это больше рассматривать, как какой-то суперклассный фестиваль, там, где каждый артист действительно показывает свою музыку. И чтобы это как-то в радости было, а не в каких-то волнениях, что, боже, что же скажут судьи, как же там, у кого какой номер будет, не знаю, что ответить на этот вопрос. У нас очень разная музыка у всех, и вот в том числе группа «Джулинозы», но у нас в плане стилевом каком-то нет конкурентов, поэтому у нас такая своя ниша фантасмагорической какой-то такой музыки, поэтому, ну, вот так отвечу на этот вопрос. А по вашему мнению, в каком состоянии музыкальная индустрия находится сейчас в Украине? Трудно ли выживать артисту в сегодняшних условиях? Артисту выживать трудно, всегда, мне кажется, было. Это такой момент творческий, конечно, который нужно пройти каждому, кто хочет чего-то добиться. Нужно быть новатором в своем деле, мне это кажется, потому что я, на самом деле, по своему какому-то такому внутреннему музыкальному стержню, что ли, больше такой музыкальный анархист как-то так, поэтому мне хочется чего-то такого нового, каких-то нарушений правил и вот что-то вроде этого в музыкальном контексте. И, конечно, некоторые выбирают путь более, скажем так, коммерческий, что ли, то есть они идут в поп-культуру и делают уже то, что было хорошо сделано до них, усовершенствуют, может быть, как-то эти стили. Но лично мне хочется нести какую-то суперновую волну музыки, потому что помимо просто песен я занимаюсь и киномузыкой, я пишу музыку к фильмам, к мюзиклам, пишу академическую музыку, симфоническую музыку, поэтому как бы все эти произведения в основном лежат в полу, потому что не востребована музыка академическая так точно в Украине, то есть очень такой как бы спрос небольшой, в отличие как в Европе. Поэтому, мне кажется, с помощью вот таких минимальных, минималистичных форм, как песня, можно и более такую серьезную музыку донести на такой планетарный масштаб. А у вас есть продюсер, за счет чего вы выживаете? Продюсер я у нас в коллективе, я все придумываю, у меня есть команда менеджеров, которые мне помогают, которые советуются, с которыми мы советуемся. Как такового продюсера нет, то есть, ну, продюсер, получается, я, если можно так сказать, это тот человек, который создает весь проект и внутреннюю, и внешнюю оболочку. А какие у вас планы на будущее, то есть, Евровидение закончится, и что дальше, что потом? Ну, вот мы, когда выложили песню нашу «Хто я», уже там было подписано, что мы принимаем участие в национальном отборе, уже заинтересовались многие менеджеры-лейблы в Европе, ведутся переговоры, чтобы как-то с ними сотрудничать, потому что, опять же, украинская культура, она развивается сейчас, она на очень таком классном уровне, вот. Но все-таки, чтобы тебя признали в своей стране, как правило, обычно музыканты и творческие люди, и не только творческие, они вынуждены покорять мир сначала, а потом их принимают на родине. Так очень часто бывает, поэтому я думаю, что мы будем сотрудничать с какими-то европейскими для начала лейблами, и ведутся переговоры с голливудскими фильмами, то есть вот киноиндустрия, саундтречная музыка, наверное, вот это ближайшее такое будущее после Евровидения. А, например, каким фильмом вы написали саундтреки? Фильмы в основном художественные, игровые. Это режиссер Сергей Аксенов, одесский режиссер. Там были картины, фильм «Остановись», «Параллели». Сериал тоже у него был, который назывался «Только так». Это детский сериал о детях, которые изменяют мир взрослых, и после их поступков взрослые начинают видеть иначе свою жизнь. Вот, и был недавно мюзикл, год назад, тоже режиссер Сергей Аксенов. Я писала музыку, мы делали постановку, возможно, в Киеве в скором времени тоже сделаем премьеру, пока что только в Одессе на мускомедии он шел. Называется «До неба рукой подать». Тоже такой философский замысел с элементами мистики. А какие исполнители вас вдохновляют? То есть какую музыку вы любите слушать? Из музыки, которая реально вдохновляет, это конец 19 века, начало 20-го, академические композиторы, в основном французской волны. Это начиная с Дебюси, Равеля, французской шестерки, особенно Францис Пуллинг меня вдохновляет, потому что это человек, мне кажется, первый в начале 20 века, который начал писать именно такую саундтречную музыку, хотя тогда кино еще только зарождалось, но уже сейчас, если послушать, сейчас как-то вот не очень это все востребовано, хочется как-то эту музыку популяризировать немного. Тот же самый Эрик Сати, который был первым открывателем минимализма, сейчас вся дэнсовая культура диджейская, минимал и так далее, все пошло от Эрик Сати на самом деле, но почему-то никто об этом не знает. Этот человек придумал понимание такое, как меблировочная музыка. Он сидел, грубо говоря, в кабачке во французском, который сейчас является одним из символов Парижа, как и Африева башни, такой черный кот. Вот это название этого кабака, в котором играл Эрик Сати всю жизнь, и там он придумал свои минималистические, самые известные гимнопедии, различные песы, которые постоянно можно услышать в кино, но опять же, не каждый знает, что это именно Эрик Сати написал. И также композитор Игорь Стравинский, он очень часто тусовался, так сказать, в Париже в то время, когда только начиналась новая эпоха, там, 1910-1911 года, когда тоже он делал премьеру «Весны священной», феноменального балета, который тогда был первый балет, где танцевали балерины, балеруны без поддержек. То есть это было начало новому современному перформансу и авангарду, не только в музыке, но и в балетных постановках вместе с Дягилевым и его сезонами в Париже. Поэтому, в общем, вот эта эпоха начала XX века, которая полностью является переломом в визуализации и в музыкализации, если так можно сказать, вот эта эпоха меня вдохновляет больше всего. Как бы вы себя охарактеризовали? Можете назвать три, выбрать каких-то три слова, которые больше всего... Ой, постоянно это спрашивают. Мне нравится слово «фантасмагория», но почему-то как-то все воспринимают по-разному это слово. Некоторые, когда открывают википедию, они читают, что это бред или что-то такое. Некоторые, кто живут в Европе, они вообще это ассоциируют с какими-то сюрреалистическими именно скелетами, какими-то страшными вещами. На самом деле, в моем понимании, фантасмагория – это нечто такое неординарно фантастическое, что несет за собой глубокий философский смысл. Вот как-то так. Вот если так понимать слово «фантасмагория», можно вот этим словом писать музыку группы Джулиноза. Почему Джулиноза? Джулиноза, значит, Джулия – это мое имя Юля, за это Запорожец – моя фамилия. Частичка «но» как-то так вот элегантно встала между именем и фамилием, как ассоциация каких-то сомнений, которые, на мой взгляд, руководят прогрессом вообще в мире, потому что когда существо, человек в своей жизненной позиции как-то сомневается, у него есть все время какие-то выборы, векторы, направления, и он всегда в поиске, и тогда происходит какое-то развитие. Мне кажется, вот именно сомнения правят вообще тем, что дальше расцветает. Спасибо большое, что пришли. Спасибо вам. Спасибо.